Всем привет! Сегодня я хочу показать вам вторую часть. Это уже доработанный первый светильник. То есть это второй светильник, но доработанный. То есть все косяки, которые были у меня в первом светильнике, я исправил. Итак, ну, в связи с тем, что резать приходится под край, приходится смириться, что выходят крайние светодиоды из строя, поэтому будьте внимательны, потому что не всеми кусачками можно откусить так, чтобы не погнуть немножко светодиод. Соответственно, когда мы его гнем, из-за того, что там контакт у нас в силиконе находится, он рвется. Итак, ну, что я сделал? Как видим, здесь у нас 6 линеек. Для начала с этой стороны приклеил скотч и проклеил вот здесь просто клеем, суперклеем. Есть у меня вот такой суперклей. Кстати, про него я хотел отдельно ролик снять, но он так и не появился. Брал я его еще зимой. Приходил после Нового года. Ну, уже сдох. В том плане, что тут сильно жарко. Я вот хотел рассказать, как его хранить. Вещь вообще классная. Блин, клей-момент, который у нас продают, вообще отстой полный по сравнению с этим. Но стоимость у него, конечно, большая. Хотя там и граммовка-то приличная. Целых 20 грамм. Представьте, громадный такой тюбик, да, 20 грамм. Суперклеем. Можно приклеить все, все что угодно. Итак, по поводу контактов. Вот нашел такой вот метод, очень удобный. Очень удобный метод, когда минусы у нас идут с одной стороны, соединяются, плюсы с другой. Ничего лаком покрывать не надо. Просто делайте вот так вот. Немножко приподнимаете от платы, соответственно, чтобы у нас это все дело не падало. Итак, первый косяк, который я сделал, это сильно тонкие, использовал шинки для спайки между элементами. То есть я использовал два волоска, а хотя бы нужно три-четыре. Так что имейте это в виду, потому что ток будет, ну, тут очень маленький. То есть здесь я уже догнал до одного ампера. То есть у меня тут три волоска, и вот эти три волоска позволяют подавать на светодиоды именно один ампер. В первом случае это было 0,8, если я не ошибаюсь. По поводу того, что припайка идет и подача на светодиоды по краям, я не стал заморачиваться и прямо вот здесь вот просто оставил эти проводки и к ним припаял здесь минус, здесь плюс. Все отлично влезло. Шинки сейчас мы будем с вами изолировать. Изолируется просто. Я сейчас покажу самый простой способ, как это можно сделать. И защитить как бы себя и прибор, ну, чтобы мало ли проблем не было. То есть отрываем нужное количество изоленты. Ложим под это все дело. И просто загибаем. Ну, это самая простая изоляция. Проводник у нас тонкий, поэтому фиксация у нас получится отличная. То есть вот такой вот, как бы, кармашек мы ее запечатываем. Потом можно просто загнуть это все дело. То же самое делаем со вторым проводничком. Главное делаем так, чтобы немножко у нас зашло на оплату. То есть вот так вот ложим, кладем, кому как удобно. Поцентруем проводочку. Я говорю, сколько людей, столько и именно применения. То есть и навыков использования, ну, всяких. Соответственно, изолент и так далее. Кстати, изолента, я, как повторюсь еще раз, отличная. То есть проблем с ней не будет. Так, потом загибаем это все дело. Как видим, не сильно это все дело бросается в глаза. И это все дело у нас будет выходить с вами. По поводу прожектора. Так, сейчас повышу камеру поставлю. Берем ту же самую изоленту. И делаем следующее. Просто вот так, в месте, где у нас будет плата, просто закрываем эту сторону. Все это очень просто. Я говорю, есть сложнее способ, более дорогой. Но этого достаточно за глаза. Так что можете воспользоваться самым дешевым способом. Самый дешевый способ, это просто применение изоленты. То же самое делаем с обратной стороны. Так, ну и два проводка. Также все точности продеваем через отверстие. Пропихиваем. И вот так, фиксируем, фиксируем, фиксируем. И у нас вот получилось ровненько и красивенько. Вот пленок из одного и того же ЖК-ТВ у меня существует матовая. И вот такая вот. Даже не знаю, как ее назвать. Но это не экран. Экран белый. И он более такой, скажем, менее применим для светорассеивателей. Вот хочу в этот раз попробовать вот такую вот пленочку. То есть у меня там стояла белая. Сейчас хочу вырезать вот именно вот такую. То есть и посмотреть вообще разницу. Вот такая будет. А может сейчас сразу две сниму и посмотрю. Нет. Блин. Там же я уже сделал. Нет, я здесь сделаю 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 здесь новую пленочку. Вот так вот. Ну, хоть не промахнулся, то ладно. Ножом как бы не охота по столу просто возить. Закрываем. Тут, кстати, она более прозрачная. Так. А, я же еще не подключил. Все так быстро. Так. Ну, как всегда, я прикручиваю красный, это белый у меня, а черный, это минус. То есть, вернее, красный плюс, черный минус. Изинец. Молоденько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Более прозрачная, но все равно размывает немножко свет Даже получается поярче Вот эта вот пленочка Не знаю на камеру видно нет, но да видно, что светодиодики видать Там такого нету, там более она такая плотная Так что вот такой вот второй светильник Так, ну интересно в сумме, сколько это все дело пока потребляет тока Так Так Прикольненько Все, спалил Ушел в защиту, короче, в мой преобразователь Ну не страшно В общем все работает Странно Здесь вроде бы А, там еще заряжено Понятно Сейчас Сейчас Переподключу его Там у меня преобразователь висит Щелкнул Видать Ток избыточный Итак, проблема заключалась В проводе, который у меня подпаян К преобразователю То есть большой ток пошел Там Вместе пайки слабой Провод отошел То есть Ничего там страшного такого нету Так, ну что Сейчас я измерю общий ток Употребление Этого всего дела Надеюсь в этот раз Все заработает Ну в принципе видно, да, разницу Так, ток потребления составляет у нас Сейчас еще по местам поменяю Около двух ампер Так В принципе Сопротивление сейчас добавим Ну где-то примерно такое будет потребление Так Доксометр У нас Увидит вообще разницу Увидит вообще разницу Так Доксометр Так 1630 Так Сейчас опущу Множитель 10 163 Так 200 Блин 274 Множитель 10 Убираем сопротивление 308 Множитель 10 Ну то есть Я ставлю с сопротивлением То есть Немножко Поменьше Чтобы было потребление тока Ну и более Обхват Стола По свету Скажем Больше То есть Немножко Падает У нас За счет Одного ома Десяти ваттного Сопротивления Ток Питания Этого всего дела Зато Греется уже Не светодиоды А само сопротивление В принципе Само сопротивление Ставится здесь В роли защиты То есть Оно берет на себя Нагрузку Большую То есть И светодиоды Меньше Немножко меньше Отдают света И при этом Ну ленты Меньше греется Соответственно Температура Ну прожекторов Гораздо ниже Так что Вот как то Вот так Так как у нас Радиаторов там нету Это будет самое оно Так сейчас я Проведу еще один эксперимент Сейчас это все Прикручу И мы с вами посмотрим Как это все будет выглядеть Соответственно Итак Поставим что нибудь Здесь Мелочь какую нибудь Давайте посмотрим Для начала С То есть Вернее без сопротивления Вернее без сопротивления 3300 люмин у нас выдает Подсветка рабочей зоны Более приятный свет на камеру Не мерцает ничего То есть Все как и должно быть Так Теперь с сопротивлением Так как то надо Его подключить Хитренько Даже не представляю Как его подключить то Только через прибор Наверное Так Ладно Через прибор Так через прибор Так 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 Через сопротивление 2900 2900 Люмин Тоже неплохо Почти разница Незаметно С И без Кстати Тут еще Потери идут на щупах Так что Сопротивление Когда мы поставим Не сильно большая разница Будет То есть Грубо говоря Разница в 400 Люмин Всего Как то вот так Вот Надеюсь Следующие обзоры Которые будут сниматься При таком свете Будут более Как бы Сочными Что ли На этом Наверное Все Осталось Мне обрезать Вилку То есть Это у меня не в сеть Будет включаться Обрезать Вилочку И вот сюда Подключить У меня тут Один не задействован И Один задействован Дополнительный Выключатель Вот Хочу вот сюда Подключить Это все Дело И у меня будет Здесь Допсвет На этом все Всем спасибо за внимание Всем удачи Всем пока